Музыка Хочу сказать, что вот вся предыдущая часть нашей конференции дает мне отправную точку, потому что представители бизнеса, наслушавшись обещаний вендоров и разработчиков, в которых написано, что тут тебе на 16% будет эффективнее, а тут у тебя в два раза все вырастет, а затраты у тебя там снизятся на столько. Приходят к экономисту и говорят, слушай, ну вот мы тут были на конференции, нам рассказали, все так классно, вот есть такая новая технология, давайте мы, значит, эту технологию внедрим на нашем предприятии, а ты мне посчитай, вот как у нас-то будет какой эффект, вот мы конкретно вот это будем закупать и сколько нам это даст. Ну вот несчастный экономист, значит, ну, оснащенный там всякими знаниями, по методикам анализа эффективности, учился там где-то правильно и начинает думать, как, значит, это вот все в реальной жизни посчитать. А дальше тоже кейс, который вот сегодня прям вот нам представитель МТС продемонстрировал. Приходит экономист к начальнику транспортного цеха и говорит, что там у тебя, значит, сейчас автомобили будем сокращать, водителей, ну, ты же там роботизацию, цифровизацию внедряешь. Он говорит, нет-нет-нет, у меня ничего не надо сокращать, у меня водители как были, так и будут, как я ремонтировал. Затрата на ремонт я тоже не буду сокращать, топливо, энергии мне не надо, мне все, что есть у меня есть. Идите в бухгалтерию. Там в бухгалтерии вот они что-то отчеты какие-то печатали, вот мы цифровизируем, значит, идите в бухгалтерию, там найдете эффект. Но мы приходим в бухгалтерию, бухгалтерия говорит тоже, нет, вы что? Мы там теперь вместо того, чтобы три человека составляли отчетность, чтобы в ваших там автоматизированных системах что-то делать. Нам теперь наоборот нужно еще и тех, кто будет нам помогать, и налаживать, и сервис печати обеспечить. Нет-нет, идите в другой отдел. И так вот несчастный экономист ходит по всяким отделам и ищет, где же ему найти тех людей, которых можно сократить в результате того, что он автоматизировал бизнес-процессы. В общем, пытается он этого человека найти и, в общем, находит его с большим трудом. Потому что ни один руководитель не подписывается под сокращением персонала в своем подразделении. А все говорят экономисту, иди куда-нибудь дальше. Но экономист, тоже оснащенный знаниями, говорит, ну ладно, раз затрат сократить не удалось, давайте доходы повышать. Вот сейчас мы тут с помощью цифровизации с клиентами начнем взаимодействовать, к нам они все потекут, мы объемы увеличим, перевозок. Но, к сожалению, знаете, если я, например, для автомобильного транспорта, то я говорю, железные дороги, сейчас мы их перехватим у них там, потому что мы такие сики. Если я на железной дороге, я говорю, сейчас мы у автомобильного транспорта, значит, вернем груз, потому что мы лучше оказываем сервисы нашему клиенту. Но груз один, и его нельзя разделить между автомобилем и железной дорогой, потому что все равно кто-нибудь его везет. И лишнего мы груза сами не произведем. Мы можем перевезти только то, что произвела наша промышленность, или там, ну в крайнем случае, транзит. А в общем, то есть ниоткуда взять вот этого всего. И вот экономист, значит, по заданию своего директора по производству ходит и ищет источники эффекта. Кроме того, вот прогнозный эффект мне считать довольно легко. Ну, я взяла там бенчмаркинг, лучший опыт, 7% сокращения затрат. Какие 7%? Почему 7%? Ну, так вообще на всех там эксперты все говорят. Или повысятся продажи там, например, на 3, 4, 5 или 16%. Почему они повысятся эти продажи? Потому что конъюнтура рынка выросла? Или потому что цифровизация, как бы мы внедрили какие-то сервисы? Ну, еще прогнозную как-то посчитали. Дальше вообще кошмар. Как найти фактическую? Они говорят, вот мы же уже столько лет внедряем цифровизацию, найдите-ка нам, где наш фактический эффект? Где затраты сократились? Нигде. Все везде выросли. Зарплата водителей выросла. Стоимость топлива выросла. Вроде цифровизацию внедряем, внедряем. Да еще IT-отдел, да там еще серверное оборудование, амортизация выросла. Не можем найти нигде эффекта. Вот я могу сказать, что мой практический опыт заключается именно в том, что найти это исключительно трудно. Расчетом аналитическим подтвердить практически невозможно. Экспертно могу сказать. Вот экспертно. Вроде бы как я думаю, что из нашего прироста дохода 4% за счет автоматизации. Ну, директор ПИТ говорит, да-да-да-да-да. Бухгалтер говорит, ну ладно. Генеральный директор соглашается, говорит, ну хорошо, подписываемся, 4%. Почему 4%? Ну так, чтобы окупить хотя бы в какой-то разумный период. Потому что если я окупаемость покажу, ну там, например, 40 лет, то никто же не согласится с этим. Вот мы тут тоже пока обсуждали. У нас такая идея возникла, вот окупается ли, например, беспилотный автомобиль. А тут опять, и сколько он стоит? Но если мы в его стоимость включаем только затраты на его производство, а все предыдущие исследования, математические модели, какие-то там битвы за разработку технологий, вот эти все затраты мы отбросили, а только посчитали, сколько стоит вот этот автомобиль. То, может быть, его окупаемость можно получить. А если вот эти все десятилетние труды вложить, перенести на стоимость автомобиля, ну, не окупится вообще никогда. И поэтому, вот вопрос у меня, включать ли в инвестиции тупиковые пути исследования. А бывает еще хуже. Вот шли-шли по какому-то пути, разрабатывали какую-нибудь крупную ERP-систему, например. Делали-делали, ну там, на САПе, да? А тут раз, санкции. И мы теперь новую начинаем делать. А вот это вот все, что мы делали, оно куда? Куда девается? Вот как эти издержки? Вроде бы система та же, но уже другой вендор, другой язык. То все отбрасываем. Я говорю, надо отбрасывать. Мне говорят, да вы что, Ольга Владимировна, мы же деньги-то вложили, нам их надо когда-нибудь окупить. А как их окупить, если уже вообще все по-другому делается и эффектом не окупим никогда? В общем, вот мучаясь, мучаясь с этой коммерческой эффективностью, я придумываю другие аргументы. Потому что, в общем, внедряем мы цифровизацию вообще не для того, о чем вы здесь все время говорили. Про экономию затрат, про притоки доходов. Мы внедряем по понятиям. Потому что все внедряют. Если мы не внедрим, то где же мы будем? Значит, нужно найти какой-то аргумент, который не соответствует, который не меряется в рублях. И это проще. Потому что мы соответствуем национальным интересам. Президент сказал, мы выполняем безопасные, комфортные среды для жизни, устойчивая динамическая экономика, цифровая трансформация. Я еще не вышла? Мы этим целям соответствуем. Соответствуем. Давайте в баллах это оценивать. Надо сказать, что я сейчас даже говорю не как частный экономист, а как представитель Минтранса. Сейчас, рассматривая вопросы разработки крупных цифровых платформ для транспортной отрасли, примерно так и действуем. То есть разработали методики, в которых мы в баллах оценим. Сейчас чуть-чуть про это подробно расскажу. Вот, значит, в баллах оценим, соответствует, не соответствует, какой уровень приоритета, национальных целей. Если соответствуем, значит, как бы этот проект вполне даже себе можно реализовывать, и он достоин того, чтобы на него выделяли инвестиции. Ну, а что касается бизнеса, то, конечно, есть еще уровень зрелости бизнес-процессов. И вот мне кажется, что вот этот аргумент, что мы повышаем зрелость бизнес-процессов, он, в общем, может быть рассмотрен любым бизнесом, как аргумент для того, чтобы вкладывать деньги и инвестиции в развитие цифровых сервисов. Ну, еще есть у меня такая задумка, но я пока не могу сказать, что она реализована в жизни. Есть специальное постановление правительства о том, как оценивать эффективность в транспортную инфраструктуру. Но сегодня никакая транспортная инфраструктура не развивается без цифровых сервисов. Если мы строим автомобильную дорогу, то так или иначе в этой автомобильной дороге закладываются какие-то предпосылки будущей цифровизации, будущего беспилотного движения. Если мы, например, сооружаем аэропорт, то в этом аэропорте, несомненно, будут внедрены цифровые сервисы, несомненно, будет внедрена автоматизация. Если мы делаем железную дорогу, то в ней, конечно, тоже будет так. Почему не прийти к такой простой разумной мысли, что если мы делаем любое развитие любой транспортной инфраструктуры, то определенная часть инвестиций в ней будет направлена на цифровизацию. Предстоит еще определить, какой это процент. Но обосновывать эффективность нужно не отдельно цифровизации, а обосновывать эффективность в целом создания какого-то транспортного объекта, объекта транспортной инфраструктуры. Потому что именно объект транспортной инфраструктуры в целом дает эффект для национальной экономики, дает эффект для бизнеса. а не то, что мы какой-то отдельный сервис автоматизируем на этой инфраструктуре. Поэтому я считаю, что все эти показатели полностью применимы для расчета эффектов, но они должны рассматриваться вместе с развитием транспортной инфраструктуры. Вот это еще понятно, что очень важный момент, связанный с эффективностью не только собственных бизнес-процессов, но и эффективностью бизнес-процессов у клиента. То есть клиент, который пользуется нашим транспортным средством, у него тоже возникает эффект, и мы работаем для клиента, и рассчитать эффект, который возникает у клиента, если наши сервисы помогают ему бизнесу, то это, конечно, тоже очень правильное направление действий. Еще хочу, вот это я подсмотрела у компании Гренатом, которая делает чат-боты, и на самом деле в банковском бизнесе это тоже используется. Мы с вами все являемся потребителями этого чат-бота, и я не думаю, что среди вас есть люди, которые любят общаться с чат-ботом. И надо сказать, что и банковская среда очень хорошо понимает, что если мы достигаем какой-то автоматизации в процессе, то удовлетворенность клиента падает. Но они говорят, а давайте подумаем, сколько процентов мы готовы пожертвовать удовлетворенностью наших клиентов, если мы внедряем чат-боты и сокращаем трудоемкость. Вот чат-боты реально сокращают персонал, который общается с клиентами, это доказанная вещь, и здесь нужно правильно понимать, насколько мы готовы к тому, чтобы снижать удовлетворенность клиентов при внедрении чат-ботов. Но это определенный эффект, который возникает. Ну вот это то, о чем я говорила, о больной оценке, в соответствии с общенациональным приоритетом, как мы можем делать это, презентация будет доступна, и это можно посчитать. Ну и вот, пожалуй, о чем тоже хочу сказать. Я думаю, что очень правильно понимать, что цифровые трансформации, ну в таком широком смысле, влияют на устойчивость транспортных систем и влияют на риски, которые в них возникают. И вот снижение рисков в транспортном бизнесе за счет внедрения цифровизации мне представляется очень хорошим мерилом для эффективности. Ну, во-первых, потому что риски не отражаются в бухгалтерском балансе, и ни один экономист не сможет нам сказать, что мы кого-то ущемили, никто из руководителей не будет подписываться, что сократили персонал. Вот риск был, а вот теперь его стало меньше. Мы снизили риск, тем более и таким образом обосновали эффективность цифровизации. Вот такими соображениями я хотела с вами поделиться. Редактор субтитров А.Семкин